МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 апреля 1945 года наши войска после длительной осады захватили Кенигсберг, главное логово фашистов в Восточной Пруссии. Казалось бы, наконец наступает долгожданный мир. Но мало кто знал тогда, что в Кенигсберге фактически началась новая война. На этот раз тайны между нашими спецслужбами и гитлеровскими отрядами ополчения. Наши их называли оборотнями или волками-оборотнями. У немцев вергольф – это более звучное слово. Они считали, что это такой высший знак, который отличает арийскую расу. До недавнего времени вся информация на эту тему была практически неизвестна. В нацистской Германии деятельность оборотней курировала служба безопасности Третьего Рейха. А там умели хранить секреты. Я расскажу вам об этой тайной войне. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему фашистам не удалось организовать какого-либо серьезного сопротивления в зоне советской оккупации? При том, что наша партизанская война, как известно, была очень успешной и нанесла колоссальный урон захватчикам. Что? Немцам родина была меньше дорога? Миллионы вооруженных, подготовленных и решительных людей никогда не опустят свои знамена и не сдадутся, как трусы. Что за волки-оборотни входили в секретную организацию Вер Вольф? Какую опасность они представляли для наших военных? Чем отличались их тайны из хроны бункера от привычных укреплений фашистов? И как удалось советской контрразведке обезопасить страну от этой звериной напасти? Июль 44-го года. Нашему агенту, внедренному в британскую разведку Intelligence Service, попадает в руки суперсекретное донесение из Берлина. В нем говорится, что гитлеровцы начинают подготовку к партизанской войне на территории всей Германии. Первый о возможном возникновении партизанского движения рассказал подробно Ким Филби. Это советский разведчик, работал в Secret Intelligence Service. Ему был дан абсолютно невыполнимый приказ похитить папку своего начальника. Вот этот документ Ким Филби передал моментально в руки своего связняка, и через несколько дней оно было уже на столе, в Кремле лежало. Испугались страшно. И было отчего испугаться. В июне 44-го года исход этой страшной войны был уже предопределен. Казалось, что конец близок. И вдруг очередное испытание. Фактически была объявлена новая война. На этот раз тайная, которая должна была продолжаться и после того, как советские войска сокрушат фашистский вермахт. Очень волновался Сталин. Человек просто по своему характеру подозрительный. Он очень боялся, что немцы ответят партизанщиной на ту партизанскую войну, которая была у нас. Из спецсообщения 1-го управления Intelligent Service номер 185 от 13 июня 44-го года. Состоявшееся 10 января в совещании руководства НСДАП возложила на Гиммлера подготовку нацистской партии к нелегальной работе после войны. В планы на ближайшее время входит организация партизанской борьбы на территории Германии с силами отрядов СС, СА и Гитлер-Югенда. Для ведения разведывательной работы и связи предлагается использовать детей. И вот такие вот отряды Вейер-Вольфа, которые должны были состоять в основном из молодежи, они будут наносить удары по советским, по американским и по союзным войскам, которые вторгнутся в Германию. Вейер-Вольф это что такое? Это человек, который периодически обращался человек-оборотень, Бог, то волк, то человек. На самом деле, название Вейер-Вольф было заимствовано из одноименного романа Германа Лёнца о борьбе партизанского отряда крестьян-протестантов против католиков во время 30-летней войны в 17 веке. В нацистской Германии эта романтическая сага была, пожалуй, самой читаемой книгой после «Майн кампф». Поэтому слово «Вер-Вольф» для каждого немца было уже овеяно романтическим ореолом героической борьбы. А сентиментальный Гитлер после прочтения романа даже назвал Вер-Вольфом свою ставку в Виннице. Кстати, символично, что её полное уничтожение в марте 44-го года совпало с рождением очередного Вер-Вольфа. Последнего по счёту. В начале весны 44-го по приказу эсэсовцев он начал официально создаваться. Было создано даже специальное такое бюро, где разрабатывалась тактика, где набирался персонал, куда свозили добровольцев, давали им инструкции. Деньги были, денег было огромное количество, несметное. Правда, почти все эти деньги были фальшивыми и печатались здесь же, в Германии. Но они были изготовлены настолько качественно, что ещё долгое время находились в обороте. Вообще, изготовление подложных документов в Третьем Рейхе было поставлено на таком высоком уровне, что будущие подпольщики получали не только дензнаки, но и советские паспорта, и военные книжки, и удостоверения о наградах, и даже справки на все случаи жизни. Даже советские рубли им давали, этим ребятам, чтобы они подкупали советских солдат. Представляете? Чтобы покупать у них, если нужно будет оружие, чтобы покупать у них продукты. То есть всё было. Даже ходили в Берлине марки, которые были на оккупированной советской территории. Всё завезли. Создавались запасы оружия в различных секретных точках. Всем снабдили, как в Вервольфе. Единственным слабым звеном Вервольфа стали кадры. Человеческие ресурсы Германии, впрочем, как и военно-экономические, были на исходе. В разведшколы агентуру вербовали в массовом порядке, уже долго не раздумывая о профессионализме или навыках, полученных на фронте. Главное управление имперской безопасностью в Берлине требовало парализовать и деморализовать противника любыми средствами. Вервольф создавался уже в самом конце 1944 года, когда Германия была накануне краха. Но стариков особо не надеялись, потому что старики не слишком были восприимчивы к нацистской пропаганде. Они вспомнили ещё кайзера. Вервольф фактически, его кандиджингентом стали ребята, молодые мальчишки, 12-18 лет. Иногда приходится слышать от псевдоисториков, что советской власти Сталин во время войны использовали свой народ как пушечное мясо. А вот Гитлер заботился о немцах, особенно о молодёжи. Но на самом деле всё было с точностью до наоборот. В Советском Союзе не снижали призывной возраст даже в самые тяжёлые годы войны. А фюрер без жалости бросал в самое пекло боёв подростков и даже детей. Немцы воспользовались совершенно новой тактикой, которая была нам неизвестна. Эти мальчишки, они стреляли фаустопатронами. И никто не мог понять, кто стреляет, что. Потому что какие-то выходили грязные мальчики маленькие. На них сначала первые несколько дней не обращали внимания. Потом, наконец, люди из СМЕРШа поняли, что это стреляют дети. По-нашему, извините, пионеры-комсомольцы, юные совсем. Замысел активно использовать молодёжь в военных действиях родился ещё в 30-х годах, когда в Германии появилась организация «Молодёжь руководит молодёжью», куда принимали юноши и девушек от 10 до 18 лет. Кстати, широко известное название «Гитлер-Югент» всего лишь часть этой организации, и старшая группа юноши. Организованное по военному образцу движение должно было дать Третьему Рейху новое здоровое поколение истинных арийцев и суперсолдат. Эта навязчивая идея была у Гиммлера. То есть он очень активно взялся в разработку расовой теории. А потом у него, значит, уже постфакт, постфактум, что нужно создать организацию, которая бы занималась воспитанием идеальных немецких детей от правильных родителей, германской крови, то есть лучших представителей детей. Это, значит, был создан Лебенсборн, воспитательные дома Лебенсборна. Предпосылкой к запуску программы Лебенсборн стала проблема неуклонного снижения рождаемости в Германии. Кто будет через 20 лет воевать, если женщины не рождают будущих солдат? Государственная идеология национал-социализма особо подчёркивала, что долгом немецких женщин является, цитата, производить расово полноценных арийских детей, независимо от того, появились ли они на свет в семье или вне брака. Генрих Гиммлер заявлял, Каждая женщина, которая к 30 годам не завела собственного ребёнка, может получить его в Лебенсборне. В качестве отца будущего потомства ей предлагали выбрать одного из трёх эсэсов. Люди воспитывались абсолютно, я бы сказал так, 7-8 лет в условиях гитлеризма такого могучего и совершенно жуткой гиббельской пропаганды. Это был искренний фанатизм, нацистский фанатизм, фашистский. Руководство Гитлерюгенда старалось любыми способами привлечь молодёжь. Организовывались торжественные шествия, пропагандистские марши, парады, военные игры, спортивные соревнования, туристические походы, молодёжные слёты. По воскресеньям устраивали вечера, на которых слушали пропагандистские радиопередачи и пели песни. Музыку руководители Третьего Рейха рассматривали в качестве важного средства воздействия на молодёжь. Исполнять песни идеологического содержания должны были хором. В начале 1938 года Гитлер заявил, «Это молодёжь. Она не учится ничему другому, кроме как думать по-немецки, поступать по-немецки. И когда эти мальчики и девочки в 10 лет приходят в наши организации, то сразу ощущают свежий воздух». Через 8 лет после Юнгфолька и Гитлера Югенда мы отдаём их не в руки старых родителей и школьных воспитателей, а сразу же принимаем в партию или рабочий фронт, в СА или СС. И они больше никогда не будут свободными. Всю свою жизнь. Гитлер пришёл в классе в 1933 году. В 1941 году это уже был совершенно новый человек Германии. Это был тот солдат, который уже мог войти в любую деревню, застрелить ребёнка. Старика, женщина, у него ничего не ёхнуло. У него было другое воспитание, другой менталитет. И в этом менталитете большую роль сыграла именно культура. Уже выхвачена новая культура, которую предложил третьи лет своему населению. Ежегодно 15 марта каждый достигший 10-летнего возраста мальчик обязан был зарегистрироваться в имперской молодёжной штаб-квартире. Чтобы быть принятым, необходимо было пройти врачебное обследование и так называемое испытание мальчиков, где оценивались физические возможности претендентов. Затем следовала торжественная церемония приёма в присутствии членов высокого партийного руководства. Именно эти, оболваненные нацистской пропагандой мальчишки, стали последней опорой, падающей в пропасть империи. Пушечным мясом, составляющим основу Вервольфа. Поначалу руководство Третьего Рейха строило поистине наполеоновские планы. Была поразглашена вот эта вот тотальная война, которая должна была продолжаться и после того, как территория будет оккупирована. Создавались группы, специальные диверсионные, подрывные группы, куда в основном брали довольно проверенных членов нацистской партии и молодёжь нацистскую. Никто из главарей Третьего Рейха не мог даже предположить, что рядовой сотрудник Intelligence Service по совместительству агент советской разведки Ким Филби нарушит все эти грандиозные планы. В апреле 44-го года в Берлине было принято решение по созданию Вервольфа. А уже в июне секретная папка с планами его развития была скопирована и переправлена в Москву. Но лубянки серьёзно отнеслись к этим документам и приказали другим своим разведчикам в Лондоне из группы Кембриджская пятёрка добыть более подробную информацию на эту тему. И тогда в дело вступил пятый номер Кембриджской пятёрки Джон Кернкросс. Он добыл просто сенсационные документы, которые гласили, что это такая специальная разведывательная, диверсионная, какая хотите, служба, которая не должна была отдавать покою оккупантам советским, которые придут на землю Германии, не днём, было бы очёканно, не ночью, которая должна была карать тех немцев, которые бы осмелились стать предателями, то есть вступить на службу Советскому Союзу и другим союзникам тоже. Сталин приказал военной контрразведке СМЕРШ пресечь любые попытки внедрения фашистов на занятую советскими войсками территорию. Был разработан секретный план. В задачу СМЕРШ входило прежде всего осуществление контрразведывательной деятельности в частях соединения Красной Армии. Они должны были выявлять шпионов, предателей, пресекать утечку важной информации. Было принято решение основные силы направить в район Кенигсберга и его окрестности. Поскольку по договоренности с союзниками в случае победы Кенигсберг вместе с третьей территорией Восточной Пруссии отходил к СССР. Кенигсберг был сердцем Восточной Пруссии и ее главным форпостом. И немцы были нацелены стоять за него до последнего. Поэтому и наши войска готовились к длительной осаде города. За несколько месяцев до начала Восточно-прусской операции в район Кенигсберга было заброшено больше двух десятков разведывательных групп. Почти все они погибли. Дело в том, что леса в этой части Восточной Пруссии больше напоминают ухоженные парки, в которых укрыться практически невозможно. Ну и понятно, что рассчитывать на помощь немецкого населения не приходилось. Группу радистки Екатерины Усановой, которая называлась Кросс, забрасывали на территорию Восточной Пруссии одиннадцатой по счету. Все предыдущие погибли. Так разведчикам сказали на последнем инструктаже. Он сказал так, работают 10 дней, 20 дней, но все равно принимают бой и гибнут. И мы сделали выводы. не принимать самолеты, не воровать у немцев, а самое основное не беспокоили их. У группы были карты местности образца 13-го года, и поэтому они попадали в весьма сложные ситуации. Например, рассчитывали найти на карте лес, а леса никакого и нет. Вместо него дорога и засеянное поле. Советские разведчики постоянно находились на грани провала и готовы были расстаться с жизнью в любую минуту. У меня еще было две лимонки вот здесь. Это я боялась вдруг меня накроют и я две чеки тогда вытащил. Это постоянно у меня были две лимонки всю мою войну, когда я ходила в тыл. У всех групп, помимо стандартных задач, найти огневые точки и укрепление противника, были и особые задания, связанные с деятельностью Вер Вольфа. Иногда даже сами разведчики не знали, какую важную информацию они сообщают в центре. Чаще всего это было связано с данными, полученными от захваченных в плен немцев, так называемых языков. Утром мы поймали немца, он шел куда-то к своим знакомым, он был в отпуске и собирался уже вернуться в часть. Мы его тепленького поймали, он рассказал, а потом мы не хотели его убивать, мы не хотели его смерти, мы не хотели его убивать, но нам нельзя было его оставить живых. Язык оказался курсантом спецшколы Вервольф, которого готовили для диверсионной работы в тылу советских войск. Он раскрыл и основные цели диверсии, и адрес, где находилась его школа. Они проходили обучение на территории Кенигсберга в одной из школ, кстати, здание до сих пор стоит, и они должны были дислоцироваться на территории города, на территории Восточной Пруссии, для того, чтобы разместить эти группы, была поставлена задача создания подземных сооружений, бункеров соответствующих. Отряд 038 по подготовке разведчиков-диверсантов располагался в районе военного городка Кенигсберга, так называемых Гинденбургских казармах. Наши разведчики выяснили, что в отряд набирались, как правило, опытные фронтовики, включившие по нескольку ранений на Восточном фронте, непригодные для дальнейшей службы в действующей армии. и молодежь. Там задачи были такие. Сначала разведывать, потом составлять планы действий, а потом уже убивать и подрывать. Это были такие планы военных действий. Был еще один план, и был специальный отдел Вервольфа, он назывался отделом саботажа. То есть это выводить из строя там станки, фабрики, заводы и все прочее. Было установлено, что Кенигсбергская школа Вервольфа руководит немец Эрбрих Вилли, около 40 лет, высокого роста, Брюне. Переводчик Кецеп, унтер-офицер, около 35 лет, Шатен. Ближайшие задачи выпускников школы диверсии в тылу советских войск. Вот на первом этапе Вервольф, вот эти молодежные отряды, они представляли какую-то достаточно серьезную угрозу Красной Армии. Например, наши танки врываются в немецкую деревню, а там по ним открывают огонь. Мальчишки теряются 3-4-5 танков. Ведь недаром Гитлер вешал ордена тем, кто подбил по 4 и более танков немецкий мальчишка. 8 или 10 лет мальчик, а у него уже железный кресло. Тактика Вервольфовцев была абсолютно простой и в то же время эффективной. Наши танки двигались колоннами. И как только они входили в узкие улочки городков и поселков, первую и последнюю машины подбивали из фаустпатронов. Колонна останавливалась. Экипажи выбегали из машин, не понимая, что произошло. И тут по ним открывали кинжальный огонь. В начале 45-го года советские войска подходили с боями к Кенигсбергу. Туда же были переброшены сотрудники СМЕРШа, чтобы заранее расставить сети гитлеровским оборотням. Очень большую роль сыграли люди СМЕРШа, которые были настроены на то, что все равно партизанская борьба будет. Не в таких масштабах, как в Советском Союзе, естественно, что там не Белоруссия, но борьба будет. И как это будет, это все было в тумане в большом. Уже в феврале 45-го года сотрудники СМЕРШа задержали более 120 немецких диверсантов. Эти головорезы, прошедшие специальную подготовку, были снабжены фальшивыми советскими документами. Одеты они были в красноармейскую форму, а при себе имели еще и гражданские костюмы на всякий случай. Судя по всему, боевики были подготовлены основательно и рассчитывали на длительную борьбу. Никто из них не сдавался без боя. Они замедлили в известной мере наступление советских войск. Наши войска вели сплошной огонь по домам, где могли укрываться вербольщицы, использовали огнеметы активные, загалили эти дома. даже перед наступающей агонией руководители Третьего Рейха еще на что-то надеялись. 27 марта 45 года Йозеф Геббельс написал в своем дневнике «Я занят сейчас организацией так называемой акции Вер Вольф». Больших приготовлений к этому сделать не успели, поскольку военные действия на Западе развернулись с такой стремительностью, что у нас вообще не было на это времени. Но, кстати, и на занятых нами в свое время вражеских территориях партизанская деятельность превращалась в мощную силу далеко не сразу. И вот настало время чек. 6 апреля 45 года в 9 утра с южной стороны Кенигсберга послышался нарастающий грох. Первыми начали штурм города части 11-й гвардейской армии генерала Галицкого. Через час к наступлению подключилась артиллерия 43-й, 50-й и 39-й армии. Всего одновременно работало 5 тысяч орудий. Мы увидели Кенигсберг еще за 20 километров до подхода к нему, когда он горел. Дим и Головешки, которые горели, несло, как ковры самолета летят, какие-то летят пластины. Мы не поймем, что такое днем летит, что такое плоское и горит все. А оказалось, что горел завод Толева-Рубероидный. Это был один из самых красивых городов Европы. У меня дома несколько сот фотографий старого Кенигсберга. Я очень люблю этот город и представляю, каким он был. Историк Александр Мосякин много лет изучает документы того периода в Калининградском архиве. Коренных жителей города фашистские власти сознательно готовили отстаивать Кенигсберг до последнего с оружием в руках в рядах сопротивления. Заранее распускали слухи о зверствах советских солдат, создавали многочисленные препятствия для выезда. К примеру, гауляйтер восточной Пруссии Эрих Кох издал специальный приказ. Беженцам покинуть город можно было только после того, как они оставят здесь все ценное. Кох издал директиву в июле 44-го года, что все культурно-исторические ценности Восточной Пруссии, а также личное имущество ее граждан, включая там столовое серебро, обручальные кольца, серьги и все прочее, должно быть захоронено в пределах провинции Восточной Пруссии. В сторону Пилау, крупного порта и военно-морской базы на Балтике немцам удалось пробить узкую брешь, в которую устремились тысячи жителей окруженного города. Повозки и грузовики, толпы людей, катящих за собой тележки, коляски, санки и просто ящики со своим скарбом, рассеянные повсюду вещи, валяющиеся по обочинам трупов. Все вокруг говорило об агонии некогда прекрасного города, практически полностью уничтоженного войной. Люди, напуганные гитлеровской пропагандой, стремились бежать из Кенисберга любыми способами. Те, кто не успел эвакуироваться, прятались по подвалам и с ужасом ждали советских солдат. И на каждом входе в подвал нарисована была личность советского солдата оброшенной бородой, с кинжалом в зубах, держит ребенка в виде того, что он его зарезать хочет. Когда пришли наши войска, то, естественно, положение немцев было тяжелым. И я абсолютно с этим согласен. А почему оно должно было быть легким? Было объявлено, кто не сдаст оружие, все, пеняйте на себя, может случиться. На войне как на войне. Это не значит, что все равно фанатиков не оставалось. Были люди, которые немецкие, особенно юные, которые действительно до последнего дня, до последнего вздоха пытались воевать, пытались убивать, и некоторым это удавалось. В апреле 1945 года 14-летняя Эльвира Зирока была одной из тех, кто остался в разрушенном Кенигсберге и стала невольной свидетельницей последних боев, которые продолжались уже в захваченном городе. «Где здесь в мире города сейчас? Вот рядом был бункер, а в этом бункере пулемет, и там немецкие солдаты были привязаны на цепи, что они не могли сбежать, и они стреляли так долго до последнего патрона». Кстати, приковывали немецких солдат к пулеметам по их собственному желанию. Таков был эффект геббельсовской пропаганды. Их учили стоять насмерть, к русским в плен лучше не попадать. Да и все понимали, отступать уже некуда, они в котле. Фашистские оборотни и Звервольфа тоже оказывали жесточайшее сопротивление. Еще до взятия города неоднократно подрывались железнодорожные пути и мосты, совершали нападения на танковые колонии, перерезали кабели связи, убивали советских офицеров. Но и в уже оккупированном нашими войсками Кенигсберге и его окрестностях они продолжали совершать диверсии и убийства. Спецслужбы наши занимались тем, что отлавливали последних недобитых эсэсовцев и молодежь из Гитлера Югенда и Вервольфа, которая пыталась что-то там где-то в темном переулке убить нашего офицера. По городу поползли слухи, что Вервольфовцы устраивают показательные казни тех немцев, которые сотрудничают с советской властью. Местное население шепталось о пропавшем хранителе янтарной комнаты докторе Роде, которого якобы повесили бойцы Вервольфа, чтобы он не выдал советским властям местонахождение этой реликвии. Проявили себя вот эти Вервольфы как раз в малых городах. Два или три мэра, которые были назначены, были убиты бойцами Вервольфа. И это произвело громадное впечатление на немцев. Немцы уже боялись вот этих сумасшедших мальчишек. Зачастую приходилось вести войну практически с детьми. Но детьми фанатичными и не знающими жалости, которые готовы были стоять до последнего. Мне папа рассказывал, что он видит, какой-то старый солдат наш, советский, ведет какого-то пацана и за ухо ему выкручивает, ухо выкручивает. И тот плачет, размазывает там пальцами, что-то говорит, лепечет. Он убил, он целую машину уложил, там было три красноармейца. Что с ним делать? Вопрос, да? И этот вопрос решался очень жестко. Было произведено несколько публичных казней вот этих ребят. И после этого, надо сказать, совершенно вот четко этих случаев стало гораздо меньше. Как только наши войска вошли в Кенигсберг, началась так называемая фильтрация населения. Все жители проходили обязательную проверку во временных лагерях, где их допрашивали и проверяли подлинность личности. В результате этих проверок удалось задержать нескольких диверсантов Вервольфа. Они были привезены в Москву и здесь на Лубянке в следственном изоляторе их допрашивали и они давали показания. И вот эти данные есть, и они впоследствии были использованы. В донесении, направленном в управление СМЕРШ, сообщалось, Вервольфовцы передвигались искусно маскируясь подсоветских солдат, которые конвоировали пленных. В результате короткого, но ожесточенного боя они были захвачены разыскной группой контрразведки. У каждого из них при обыске были обнаружены капсулы с ядом, зашитые в пояса кольцом. Однако никто капсулами не воспользовался. Может, струсил, а может, надеялся на милость победителей. В конце войны никто не хотел умирать. В сведениях, полученных разведкой о Вервольфе, было одно слабое звено. Полностью отсутствовала информация о подземных бункерах, которые заранее строились по всей Германии и в которых можно было укрываться месяцами. Вот эти бункеры для размещения бойцов, диверсантов Вервольфа, их старались строить таким образом, чтобы можно было какую-то развалину подорвать, она бы закрыла сверху, замаскировала это сооружение и проход в этот бункер можно было осуществлять как независимо через какой-то специально сделанный ход, так и через уже существующие подземные сооружения. И в 60-е, 70-е и 80-е в Калининградской области продолжали находить все новые бункеры Вервольфа. Даже сегодня такие находки случаются. Наша съемочная группа побывала в одном из таких недавно найденных схронов. Осторожно! Бетон сплошной? Бетон, конечно. Основательно строили? Да, строили, хранили еще очень надежно. Сухо здесь? Дренаж делали хороший. Вот тут он поворот. Опа, здесь еще один поворот. Ого! Ух ты! Ну там, там, находится запасной выход. Туда пойдем. Потому что делали все-таки два выхода для надежности. Делали запасной выход. И вот примерно здесь, ну, примерно здесь, где радары показали замурованный выход. И дальше уже по шахте идет лифт или лестница на глубину 30 метров. Фантастика! Здесь вот у нас на вот эти подъемки. Да. Скорее всего, это тот самый умело замаскированный тайный вход в бункер. И вполне возможно, что за этой стеной все еще лежит оружие и запас и еды для бойцов Вервольфа. Это не те бункеры, в которых население прячется в случае налета авиации. А это высоко оснащенные подземные сооружения из бетона, с шлюзовыми камерами, с герметично закрывающимися дверями, с системой приточной вентиляции, с запасом продовольствия, оружия, боеприпасов, воды. Чаще всего старались делать так, чтобы артезианский колодец подключать к этому бункеру. То есть там можно было находиться несколько месяцев, не привлекая к себе внимания. Сверху это маскировалось различным образом. Все было продумано до мелочей. О каждом бункере знал только строго ограниченный Круклиц. Поэтому любой боевик Вервольфа в лучшем случае мог показать расположение только своего укрытия. В результате все задержанные рассказали лишь о нескольких известных им замаскированных базах Вервольфа. С романтическими названиями Берта, остров Робинзона, замок Зигфрида и загадочный объект Безет, который располагался где-то в самом центре Кенигсберга. Но обнаружить его так и не удалось. Впрочем, как и десятки других бункеров, которые еще предстояло найти и обезвредить. Всего порядка трех десятков таких бункеров было построено. Из них десяток где-то на территории самого города. Производились эти работы абсолютно тайно с использованием всех мер конспирации. Строительные специальные подразделения были созданы. Для черного работы использовали военнопленных. Их расстреливали сразу после сооружения соответствующего бункера. Это стиль работы немецкой разведки, и контрразведки. Значит, наиболее важные секреты никогда не перекладывались на бумагу. Но все эти меры предосторожности оказались невостребованы. В 1946 году началась масштабная эвакуация немецкого населения из советской части Восточной Пруссии. И это окончательно пресекло все попытки вести какую-либо партизанскую войну. Причем, я скажу абсолютно честно, мне кажется, что для немцев это выселение стало избавлением. Вы знаете, выселяли все-таки, можно сказать, к себе на историческую родину в Германию. Многие села советские в нашей стране, на Украине, в Белоруссии, просто сожжены. И жить людям было негде. И вот тогда раздался клич, а мы дадим вам хорошее жилье в городе под названием Кенигсберг. И люди поехали, потому что ехать некуда было. Все равно было лучше, чем в каком-то абсолютно сожженном дотла немцами селе. Новые жители Кенигсберга начали отстраивать практически полностью разрушенный город. О бойцах Вервольфа они теперь вспоминали только тогда, когда мальчишки случайно находили очередной хорошо замаскированный бункер. Так что никакой партизанской войны ни в Восточной Пруссии, ни на территории Германии у фашистов не получилось. Помешала не только наша контрразведка, но и нежелание измученных, истерзанных военными лишениями немецких граждан опять брать в руки оружие и умирать за Третий Рейх и безумного фюрера. За его идеи каждая немецкая семья и без того заплатила слишком высокую цену.